В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги этого дня. Поваленные деревья, гололедица, ДТП, пробки на дорогах и стопроцентная наценка в такси. О последствиях перепада температуры очередного снегопада в Одессе и области смотрите далее в сюжете. Утро 8 февраля Одессита встретила гололедом и ледяным ветром. Автолюбителям пришлось освобождать свои автомобили из-под слоя льда. Дороги превратились в каток, что вызвало многочисленные пробки и несколько ДТП. В частности, авария с пострадавшими произошла под Прелиманским. Там столкнулись внедорожник и Жигули. Машина по скользкой дороге сначала вынесла навстречу друг к другу, а после удара – на обочину. Также два автомобиля – Hyundai и Toyota – столкнулись на улице Грушевского. В результате ДТП никто не пострадал. На транспортный тяжеловоз занесло в дерево. Вследствие маневра прицеп развернуло, и он загородил проезд. Обошлось без пострадавших. Как сообщили в патрульной полиции, по состоянию на 16.30 в Одессе произошло 34 ДТП с механическими повреждениями. 13 из них в Киевском районе. Также в связи с осложнениями погодных условий временно ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодороге Одесса-Киев. Ситуацией на дорогах воспользовались таксисты. По информации из соцсетей, проезд в такси сегодня втрое дороже. Начали падать деревья на Житомирской, Жуковского и Французском бульваре. Примерно в 11 упавшее дерево полностью заблокировало проезд по Гагарина в направлении проспекта Шевченко. Водителям пришлось объезжать этот участок по встречной полосе. В ветве задели линии электросети троллейбуса. Поэтому некоторое время этот вид транспорта не ходил. Ни авто, ни люди от инцидента не пострадали. Повлияла непогода и на работу одесского аэропорта. Там основная взлетно-посадочная полоса покрылась льдом, в связи с чем не принимали самолеты. По информации администрации морских портов Украины, сегодня ограничили лосманскую проводку в Черноморском, Одесском и Южном портах. И работу в нескольких других портах Одесской области. Надежда Бондаренко, Седьмой канал. В уклонении от уплаты налогов на 7 миллионов гривен разоблачила одну из одесских строительных компаний Служба безопасности Украины. На оперативнике спецслужбы установили, что компания декларировала начало работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Однако руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщикам налога на добавленную стоимость. СБУ считает, что владельцы бизнеса продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Почти 800 миллионов гривен недополучили бюджеты городов Одесской области в самой Одессе за 2020 год. Дефицит составил 545 миллионов гривен. Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования обладминистрации Дмитрий Радулов. Также количество безработных в области возросло до 51 тысячи человек. А официально в регионе зарегистрировано всего 550 тысяч работников. Говорят, показатели ухудшились из-за засухи коронавируса. Сьогодні нас дуже сильно непокоїть ситуация в деяких сферах, в деяких галузях економічного сектора області. В першу чергу звертаємо увагу на сектор торгівлі. Фактично суб'єкти підприємства формують близько 42% економічного блоку. Одна сама сфера торгівлі – це близько 40-42% економіки області. В той же час податкові надходження від зазначеної сфери складає лише 16-17%. Тобто не співставні цифри. ЖК «Острова», який здали в експлуатацию почти три роки назад, до сих пор не можуть підключитися до постоянной електросети. Из-за временного кабеля у жителей домов номер 56 и 60 на улице Марсельской – постоянные перебои со светом. Соответственно, проблемы с отоплением и водоснабжением. А вот за електричество люди платят по промышленному тарифу – 3 гривны 21 копейку за киловатт. Мы платим двойной тариф. То есть мы как подстройки питаемся, у нас УКС, получается, у нас поставщик электроэнергии. Поэтому мы платим обычный тариф – гривну 68. И сверху еще там, я не помню точно. Строительный тариф. Да, строительный. Нас нашу ТП до сих пор не підключили. И ситуация состоит в том, что временный кабель идет от стройки, из-за чего у нас в августе прошлого года, 20-го, произошел пожар. В последствии возгорания ликвидировали жители вместе с застройщиком. Всего в двух домах больше 400 квартир. На митинги люди выходят не впервые. Вопрос этот выходит за рамки этой полномочии Одесского городского совета. Но, учитывая то, что вы все жители города, понятно, мы будем модератором в этой ситуации и будем добиваться того, чтобы они вас подключили. В Гурсовете запланировали переговоры между жителями комплекса и руководством ТЭК. Одесские электросети, как нам сообщили в пресс-службе предприятия, к сети дома не могут подключить, потому что заказчик подключения УКС не выполнил необходимые технические условия. В Одессе в очередной раз жалуются на неработающий лифт. Подъемник перестал работать в доме на проспекте Небесной Сотни. Сложность в том, что там проживают много пожилых людей, которые с трудом передвигаются. Поэтому просто спуститься в магазин для них целый квест. Починить лифт люди просят очень давно, что говорят в мэрии, узнавали наши корреспонденты им слово. В этом доме живут много пожилых людей, ветераны войны. Ежедневно преодолевать лестничные ступени трудно, говорят местные жители. Раньше лифт хоть и с перебоями, но работал, а последние два месяца просто остановился. Многие из-за этого остались запертыми дома. У нас 90-летняя бабушка уже не выходит три месяца на улицу. И мы, к сожалению, тоже двое стариков, мы не можем каждый день подниматься туда, на девятый этаж, чтобы обеспечить жизнь. И скажу такой секрет, что в нашем подъезде есть люди, которые по пять лет были в окопах. Сейчас после тяжелой операции человек тоже не может спуститься, не подняться. Люди говорят, проблема с лифтом не новая, ситуация не решается еще с 90-х. Когда мы сюда селись, первые сюда селялись, лифт три года не включали, не работал. Пешком ходили. 93-й? 93-й год, да. Лифт не работал, три года не работал. Пешком ходили. Пока все не заселятся. Да, ждали, пока заселятся, пока включат ее. Ну, короче, когда включили, уже ладно. Сейчас продолжается то же самое. За все это время люди куда только не обращались. Везде получают отписки. Нам пришел ответ, что наш лифт и наша аппаратная в ремонте с 92-го года, как сдали дом, не нуждаются. Нам дает один ответ под копирку, что денег нету, хотите собирайте сами. За что мы платим СДПТ, никто не может объяснить. И как это происходить сами, потому что наличного расчета с Одесслифтом априори быть не может. В мэрии говорят, этот лифт внесут в дополнительный список на ремонт. Но произойдет это не раньше мая. Сейчас чиновники будут вести переговоры с компанией Одесслифт, чтобы к этому времени восстановить работу подъемника. Но если не получится, минимум до мая людям придется ходить пешком. Если они прогарантуют какую-то маломальскую замену для поддержки ремонта, чтобы запустить лифт, то да, его запустят. Это будет видимо, возможно, завтра. А если они скажут, что нет, только модернизация или замена, он будет стоять. Ремонтировать такой лифт нет смысла, потому что он уже отслужил более 25 лет. Такой подъемник можно только модернизировать, то есть заменить отдельные части, или вообще придется поставить новый. Всего в этом году планируют модернизировать или заменить почти полторы сотни лифтов. На это есть только 100 миллионов гривен. Но в масштабах такого города, как Одесса, этого может быть недостаточно. Ксения Сетинская, Денис Ларко, Седьмой канал. Утро понедельника во дворе дома на Екатерининской, 69, началось со скандала. Две машины охранной фирмы перекрыли арку из двора, и жильцы дома не смогли выехать на своих автомобилях. Из-за чего произошел конфликт, смотрите сюжет моей коллеги Мишель Армант. Конфликт между жильцами дома на Екатерининской, 69, владельцем пиццерии на первом этаже тянется уже два года. Мы не хотим и не согласны с тем, чтобы здесь была точка общепита. Значит, это было зафиксировано, запротоколировано. На основании этого были соответствующие бумаги, направленные во все городские службы Приморской администрации. Несмотря на это, он продолжен осуществлять незаконную реконструкцию данного помещения. Утренний конфликт вспыхнул из-за того, что вы со двора перегородили автомобили охранной фирмы. Почему машины заблокированы вот здесь ими, и мы не можем выехать? Вот стоит моя машина, я не могу сюда выехать с полдевятого утра на работу. Так это был вашего журнала, третий абригада, который разбирается, и ничего не произошло. Она ничего не сломана. Она стояла нормально сюда заехала, я начал выезжать, она меня заблокировала. Сейчас это была попытка утром с помощью охранного агентства Самсон заблокировать въезд и выезд в арку, где находится наша газовая труба, и с помощью аварийной службы Одесса газа, хотя мы туда тоже писали неоднократно, чтобы они никаких работ без нашего согласия не проводили. Они сейчас осуществляют монтаж этой газовой трубы. Однако в пиццерию утверждают, что все необходимые документы есть, и это не монтаж новой трубы, а восстановление недавно украденной. Мы ничего вообще не делаем. Мы не врезаемся, мы ничего не делаем. Они отрезали, украли 25 метров труба газа. Они сами под давлением газовая труба, вы вообще представляете? Отключили вентиль, и я в шоке. Владелец пиццерии заявил, что жители дома требуют от него деньги за свои голоса. Я готов для дома, я им предлагал, они не хотят, потому что есть там три провокатора, вот эти, а они хотят эти деньги, а остальные. Я готов для дома что-то делать, чтобы общее пользование, двор делают, детская площадка. Я не знаю, что им надо, крыша, ну не знаю. Но одному человеку, второму, один хочет 25 тысяч долларов, один хочет 20 тысяч долларов, третий хочет продать мне квартиру за 60 тысяч долларов, в которой она стоит 35 тысяч долларов. Жители дома активно защищают свою позицию. Чтобы не дать подобраться к месту подключения трубы, залили все водой. Мишель Армант, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Олея звезд, фондан, начало-начало, указатель городов-побратимов Одессы и скульптура одесской времени никому не принадлежат. Об этом стало известно на аппаратном совещании городского совета. Там дали поручение найти ответственных, ведь сейчас неизвестно, например, кто будет ремонтировать сломанный фонтан. Кроме того, власти города разрабатывают план действий касательно нескольких аварийных объектов в городе. Речь идет о бульваре Жванецкого, 11, Успенской, 22, Приморской, 47 и еще ряде аварийных домов. Таким увидели этот день корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok